Недавады 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 Запиши Недавады Зав Зав забporter . .. чтобы рассказать... основы нашел 지원 зачете обращен свои , Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько еще будем сидеть, неизвестно, но так или иначе, время в любом случае, любое время, оно благоприятное, если оно потрачено с духовными целями. Если наше время тратится на прославление Господа, на воспевание Его славы, на попытки осознать что-то в отношении себя Господа и окружающего мира, то тогда вся наша жизнь, она идет очень гармонично. Поэтому сейчас продолжим читать нашу книгу «Пробови де Хранителя преданности», часть первая. Сегодня начнем читать главу первого «Дорога домой». Парамананда, Турадома, Харе Кришна. Любое откровение, связанное с Господом, не сходит из высшего мира, лишь по Его воле. От нас здесь ничего не зависит. Мы можем лишь усилить наше желание, наше стремление служить Господу. Северному хату. А откроется Он нам или нет, Ему решать. Если уголовок, какие-то вопросы, напишите. Будем в процессе отвечать. То есть мы... От нас не зависит, на самом деле, о том, откроет Господь или от себя не откроет. От нас зависит только желание. То есть мы должны усиливать это желание, стремление служить Северному хату. А откроется Он нам или нет, Ему решать. Он не зависит ни от кого, ни от чего. И поступает так, как пожелает. Если захочет, Он явит нам себя. Мы же можем увеличить в себе жажду оказаться в Его присутствии. Крохотные частички Его энергии, мы полностью зависим от Него. Хотя энергия и ее источник неразрывно связаны друг с другом. Мы, однако, должны помнить, что являемся всего лишь пограничной энергией Господа. То есть мы являемся всего лишь пограничной энергией Господа. Особой энергией, которая находится на границе между мирами. То есть между материальными и духовными мирами. Есть еще внутренняя энергия. Это вечные спутники Господа, которые находятся всегда в Его окружении. Он повсюду, Он нигде. Все пребывает в Нем, и в Нем ничего не пребывает. Таково Его особенное свойство. Его чудодейственное могущество. Поэтому наш долг – стараться служить Ему. Не следует слишком стремиться к тому, чтобы ощутить Его умом, телом или даже рассудком. Он повсюду, и Он нигде. Не следует слишком стремиться к тому, чтобы ощутить Его умом, телом или даже рассудком. То есть мы можем долго пытаться понять Его, размышлять, как это все будет, как там медитировать на какие-то вещи. Но не следует слишком стремиться к тому, чтобы ощутить его умом, телом или даже рассудком Он повсюду и он нигде В мгновение окон может пристать перед нами, я здесь И вместе с тем, когда мы настойчиво его ищем, то можем вовсе не найти Он независим по самой своей природе Нам позволено его искать, но не дано никаких гарантий, что поиск завершится успехом Нужно полностью безраздельно посвятить ему свою жизнь Наше единство, Шилшитар Махараш, он приводит этот самый сокровенный стих Восьмой стих Шишаш-таки То есть ты можешь показаться мне на глазах, а можешь никогда не показываться Ты можешь растоптать мне ногами Можешь делать со мной все, что хочешь, но я буду всегда твоим преданным Это на самом деле очень сокровенный стих И если мы придем к пониманию такому, то это высшее достижение, которое можно достичь Если к нам приходит какое-то служение, мы можем быть к нему не готовы Можем быть к нему не готовы, или служение приходит всегда посильное Ну, по-разному бывает Служение, когда приходит какое-то служение, это испытание То есть, ну, нужно понять, что это тест, некий тест вообще на нашу квалификацию Исполнять как какие-то различные виды деятельности в служении Господу И, ну, если мы чувствуем, что не можем отсидеть какое-то служение Нужно просто честно сказать, что мы не способны на данное служение Но если мы чувствуем, что мы можем рискнуть и попробовать исполнить послужение Тогда нужно делать Есть абсолютная точка зрения, есть относительная точка зрения Ну, с абсолютной точки зрения нужно принимать любой вид служения То есть, какой пришел, такое нужно делать Потому что все приходит по воле свыше Но это очень сложная точка зрения, не каждый может ее занять И нужна определенная квалификация в таком занятии Поэтому нужно всегда быть честными сами с собой То есть, мы должны смотреть, насколько мы что можем выдержать И, в первую очередь, главное, нужно понять, что с помощью служения Мы не пытаемся кому-то чего-то доказать Служение, оно служит главному Это развитие взаимоотношений души и Бога Души и других преданных Души и гуру То есть, это некий инструмент на самом деле То есть, мы не можем делать служение меньше, чем Ну, игнорировать какое-то служение и зрение Вот, и в то же время, если мы чувствуем, что это Ну, скажем, какому-то обычному преданному, там, повару Который никогда нигде не выступал Он скажет, завтра у тебя программа Ты выступаешь перед тысячами человеками Будешь давать лекцию Я думаю, не каждый повар сможет дать лекцию Общаться с людьми спокойно Поэтому каждый занимается тем, чем он может заниматься И в этом гармония заключается Что мы не пытаемся быть тем, кем мы не являемся на самом деле Мы пытаемся занять свое собственное положение С другой стороны, если повар, он будет учиться, практиковать, тренироваться Вот, общаться с людьми, пытаться проповедовать Когда-то придет момент, что он тоже выйдет перед тысячами человеками Будет тоже проповедовать Все зависит от времени, проведенной в духовной практике и в служении Ари Кришна, Нират Кришна, Праву Даваты Спасибо, Махараш Будь здоров и счастлив Шобани тоже передает То же самое Ари Кришна Так, ну, продолжаем читать Нужно полностью безраздельно посвятить ему свою жизнь Наше единственное значение – служить И это не обязательно начать быть с ним рядом Служение в отдалении тоже служение Благодаря помощи его преданного Оно станет реальным и ощутимым Старайтесь служить Господу через его преданных Не ожидая ничего взамен Но должно быть одно желание Служить, не надеясь даже на его дашин Служить, не рассчитывая видеть его даже на один миг То есть такой Шилшидар Махараш устанавливает Такое Высшие стандарты Ари Кришна Старайтесь служить Господу через его преданных Не ожидая ничего взамен У нас должно быть одно желание Служить, не надеясь даже на его дашин На его Общение Служить, не рассчитывая Увидеть его даже на один миг Нужно полностью отдать себя исполнению его воли Те небольшие силы, что у нас есть Нужно посвятить ему Мы его энергии должны доказать ему свою верность Те небольшие силы, что у нас есть Нужно посвятить ему Мы думаем, что мы какие-то великие души Которые могут разруливать какие-то ситуации в этом мире На самом деле мы должны понять, что у нас очень ограниченные силы Очень небольшие силы То, что у нас есть, какие силы мы можем посвятить ему Мы должны посвятить ему Мы должны доказать ему свою верность Очень важный момент верность Вера и верность Горубев очень подчеркнул То есть, очень часто мы Нужно понять, что Мы всегда смотрим, насколько нам верны в этом мире кто-то То есть, если нас предают Для нас это очень болезненно Но на самом деле Господу изначально тоже Он изначальная личность И ему тоже очень болезненно Когда мы его предаем Когда мы приходим, говорим Господь Я буду тебе служить Я буду там какие-то Приносить тебе каждый день воду Я буду каждый день какое-то количество кругов повторять Или там еще что-то буду делать Ну, какое-то служение, которое нам поручили И мы сначала полно энтузиазма Даем какие-то обещания Что да, все Мы внутри, где-то в уме там Все это А потом в какой-то момент времени Все это превращается для нас в рутину Мы думаем О, так все нудно И мы предаем Господу Мы перестаем делать какие-то Ну, простые даже вещи И для нас это почему-то становится непосильным трудом И это на самом деле очень оскорбительно По отношению к Господу Поэтому мы должны всегда помнить Что Господь это личность И он всегда Всегда Находится с нами Пытается с нами вступить В его личностные взаимоотношения Но мы вот Постоянно пытаемся В своем сознании Его забанить То есть Как личность Мы Обезличим его постоянно Постоянно Махапрабху говорит Он волен обнять Или оттолкнуть меня Или даже остаться ко мне равнодушным Он может делать все, что поживает Все равно Буду служить А я все равно буду служить ему Столь безраздельной Столь безоговорочной Должна быть наша преданность Мы не должны торговаться Если не ответят на мои молитвы Я потеряю веру Стану атеистом Или Майвади Если ты не будешь Мне угождать Ты мне не нужен Я пойду своей дорогой Если у нас есть Даже тень Таких настроений Мы очень Очень далеки от цели Это очень важно Понять все эти вещи У нас просто слишком мало веры Ну, конечно, слишком мало веры Вы должны честно в этом признаваться себе И постоянно пытаться усиливать свою веру Общением Воспеванием святого имени Это самые могущественные методы Служения преданным В процессе нашего служения В процессе нашей духовной практики Наша вера Она из года в год растет Вот Если ты не будешь Мне угождать Ты мне не нужен Я пойду своей дорогой Если у нас есть Даже тень Таких настроений Мы очень Очень далеки от цели Мы не хотим Ничего иного Только служить тебе Искать его Значит служить Каким бы Незначительным Не казалось Мое служение Я буду отдавать ему Все свои силы То, что связано с ним Не может быть незначительным Даже если Эта связь Обдаленная Через множество Посредников Арея Кришна Дандавата Побочные эффекты Побочные эффекты От махамантры Что это Побочные эффекты Могут быть двух видов Отрицательные И положительные Если мы совершаем Приходить Приходить какие-то Материальные блага Еще что-то То есть У нас все Начинает получаться Но на самом деле Это Не нужно На этом Соверотачиваться Потому что Это может быть Как побочный эффект Так может быть Просто нам По карме Нашло время Получить какие-то Плоды Очень часто Преданные Мы столкнемся С таким моментом Что Преданные Которые начинают Воспевать Святое Имя Они говорят Вот я начал Воспевать Святое Имя И тут мне Как бы Подперло У меня все В жизни стало Получаться Все стало хорошо Вот И они так Вдохновляются Связывают это С тем Что начали Воспевать Святое Имя Вот Но это не всегда так Возможно просто Пришло время Хорошей кармы А бывает наоборот Что преданные Начинают Воспевать И потом говорят Вот я только Начал воспевать И потом у меня Все начало В жизни рушиться Все Вся жизнь Под откос Все стало разваливаться Там семья С работы выгнали Все остальное И Начинают бояться Воспевать Святое Имя Но на самом деле Как первое Так и второе То есть И Что все получается Или все разваливается Это не факт То что это Последствия Самого успевания Потому что Самого успевания Оно лежит Совсем Своей собственной Субъективной плоскости И то что к нам приходит Это на самом деле Последствия Наших плодов Каких-то Каких-то дел наших Греховных Или Благочестивых Вот А что касается Побочных эффектов Они и есть Побочные эффекты Например Побочный эффект Воспевание Святого Имени Это освобождение То есть Живое существо Оно Освобождается От материальных Привязанностей И Потеряет Интерес К этому Материальному миру Такой может быть Побочный эффект Рейкишна Каким бы незначительным Не казалось Мое служение Я буду отдавать ему Все свои силы То есть Этот момент Очень тоже важно Что мы вообще Любое служение Которое К нам приходит Мы должны Пытаться делать Любое Мы должны Вложить Каждое наше действие Любовь какую-то То есть Мы должны Понять Что это Самое большое Богатство Которое нам Пришло И мы должны Пытаться Его Делать Как можно Лучше Вообще Карму Реально Исчерпать В нынешнем Воплощении По милости Естественно Ну Теоретически Все возможно То есть Ашлишевападаратампинаштама Цару То есть Если мы Полностью Предадимся Господу Оставив все Свои занятия То есть Мы поймем Что Больше нам Есть нечем Заниматься То колесо Кармы Автоматически Останавливается А все последствия Господь Он говорит В этом стихе Что Не бойся ничего Все последствия Твоих действий Я беру на себя Если у нас Будет такая вера То тогда Соответственно Наша карма Она исчерпывается Вот Если у нас Сохраняется Интерес Какой-то Деятельности Но по идее Вот это Умонастроение Оно должно Прийти После инициации То есть Вообще Инициация Она подразумевает Что человек Он предается То есть Он отказывается Совершать Дальнейшие действия В этом материальном мире То есть Когда человек Приходит к гуру Он говорит Что Отныне Я твой Я хочу Больше Только служить Господу Больше не хочу Ничем заниматься И Вся моя жизнь Теперь будет связана С этим Я не буду жить Для себя Я не буду жить Для своей семьи Я не буду жить Ни для чего Ни для кого Я буду жить Только для тебя Вот это называется На самом деле Инициация То есть Подлана инициация Ну Я думаю Что У нас Наверное Есть такие Личности Ну Я подозреваю Что не очень много Вот И поэтому Мы должны Исходить из ситуации Что Если Мы Все-таки Оставили Что-то для себя После инициации То соответственно Мы должны Понять Что Карма Будет Карма Будет Продолжать Подкручиваться То есть Но постепенно Постепенно Очищаясь Мы все больше и больше В своем сознании Будем приходить К этому пониманию Необходимости Полного самопредания И Пропорционально Нашему самопреданию Будут происходить Какие-то Позитивные изменения В нашем Но Опять же Нужно понять Все индивидуально И Тот Кому положено В этой жизни Исчерпать Всю свою карму И полностью предаться Он однозначно Предастся То есть Нужно понять Что Господь Он Все знает Он всезнающий То есть Ему понятно Кто Кто на что Мы не можем Как бы Обойти все эти вещи Нам нужно Как здесь Мы только что читали Оставить эти моменты Расчетов То есть Исчерпаем мы карму Не исчерпаем Нужно просто Пытаться делать Столько Сколько мы можем Сделать На этом пути Если Мы чувствуем Что какие-то Материальные долги Они гораздо ближе То Мы не сможем От них просто так Оказаться Мы должны будем Исчерпать Этот Свой так называемый Материальный долг Единственное Единственное Что мы можем сделать Это понять Что этот материальный долг Его может Трансформировать В духовный долг И каким образом Духовный долг Это То что Все Кому мы должны Мы Родственники Близкие Родина Вот Мы должны Попытаться Им дать сознание Кришны Всем своим родственникам Всем своим близким Всем своим детям Всему государству Всем людям Земли То есть Если мы будем Пытаться На каждом шагу Дать людям Сознание Кришны Осознавая Очень четко Что ценнее Нет ничего И Лучше Без сознания Кришны Людям вообще Не будет В этом мире Понимаете О чем речь То есть Наша задача Это осознать Этот момент Что Самое ценное Что может быть У человека Вообще В этом мире Это сознание Кришны Нет ничего Ценнее Нет ничего Ценнее Осознать Что Мы вечные Слуги Господа И наше предназначение Это единственное Это Помнить его Никогда о нем Не забывать Служить ему Вечно Делать это С любовью Общаться с ним Общаться с его Слугами То есть И наполнить Свою жизнь Полностью Мыслями о нем То есть Вся наша жизнь Она должна быть Связана Потому что Мы можем просто Прорендерить Свой день То есть Посмотреть Чем мы занимаемся О чем мы думаем В течение дня И мы поймем Что Мы многие вещи Делаем Как-то Бессмысленно То есть Они вообще Не имеют никакого Смысла Там Всякое кино Там Всякие сайты Всякие Венты новостей Которые Ну И полезные И не полезные Мы сконцентрируемся Бывает на таких Абсурдных вещах Как бы Тут затупливаем Свой ум Ну Много чего мы делаем Да Такого Непонятного Как бы Но Все это Нас отвлекает Уводит в сторону Поэтому Мы должны Постепенно Постепенно Развивать вкус Развивать вкус К высшим Духовным вещам Через общение Через Служение Через Выспевание То есть Пытаться Пытаться Мы каждый Каждый день Повторяем Эту фразу Нужно Научиться Правильно Расходовать Свое время Энергию Тратить Это все Впустую Как можно Понять Что материальный Долг Отдан Возможно Нужно ли Нужно ли Это Ощутить Если мы Предаемся Кришне Чтобы Кришна Нам За нас Долги Расплатился Я думаю Так Вряд ли Получится Нужно По-настоящему Предаться Предаться По-настоящему Это значит Посвятить Жизни Его Интересам То есть И не Абстрактным Интересам А конкретным Интересам Поэтому Так необходим Гуру То есть И служить Посвятить Свою жизнь Через служение Гуру То есть Мы должны Иметь какое-то Служение Поэтому Это так важно Иметь Конкретную Какую-то Занятость Особенно Если нам Ну Это не сразу Получится Со временем Просто Начинается С чего-то Маленького Начинается Полы Человек Начинает Мыть Готовить На кухне Начинает И охранять Что-то Вот Но Он делает Это Как служение И постепенно Постепенно Он видит Что Кредиторы Они Не предъявляют Свои права То есть Они перестали Его тревожить Это по-разному Может быть Там Просто Долги разные Понимаете В чем дело Ну И допустим Приведу Свой пример Вот у меня Бабушка Пока я не занимался Сознанием Кришны Она мне постоянно Говорила Внучок Съезди на кладбище Там Поставь Там Свечки сходи Там Сделай вот это Там Ну Постоянно Такие вот Чистые Дела Вот Но когда я начал заниматься Сознанием Кришны Она Вообще Ни разу больше Мне после этого Не сказала На протяжении многих лет Она ни разу Не говорила Что я Всполнял Какие-то вещи В этом мире Причем Она делала это Неосознанно Она просто Перестала Эти вещи Она просто Приглашала Меня Там Чисто Пообщаться Хотела Вот Я к ней Периодически Приезжал Там Привасил ей Какие-то продукты Вот И Так Она Была Но Всем остальным Родственникам Она Моим Она Постоянно Как бы Сказать Пилила Мозг Вот этими Вещами Всеми Должен съездить Это Вот Это То как Долги Они висят На нас Это такой Очень простой Житейский Пример Но это Касается Вообще Абсолютно Всего Есть Серьезные Долги Мы можем Где-то В банке Задолжать Где-то Кредит Взять Где-то Можем Еще кому-то Задолжать Там Просто По жизни Задолжать Там Рожать Детей Уйти То есть Нас будут Постоянно Тревожить Эти долги То есть Много Чего Может быть Махараш Я дал Обещание Не нарушать Режим Чтения Махамантры И теперь У меня Чудесное Настроение Ну Молодец Саум Что можно Сказать Должен продолжать В этом Управлении Всю свою Оставшуюся Жизнь Главное Чтобы Это Обещание Оно Распространялось На Вечность Тогда Что мы Считали Об этом Что тогда Возможно Какой-то Придет Духовный Позитивный Результат Арея Кришна Джайя Гуру Дев Да Бахта Гриндават То То что связано С ним Не может быть Незначителем Даже если Это связь Отдаленная Через Множество Посредников Он не обязан Угождать Мне Я не вправе Требовать Чтобы он Явил себя Меня Явил себя Пусть даже На какой-то Миг Я не вправе Требовать Чтобы он Явил себя Пусть даже На какой-то Миг Как мы Можем Давать Обещание Если мы Понимаем Что от нас Мало Что зависит В этой жизни Ну Смотря Какое Обещание На самом деле Что касается Обетов Это очень Могущественная Вообще Тема И вот Когда преданные Дают обеты Какие-то Это на самом деле Очень Ну Сильно Допустим Преданный Может дать Обет Я буду Читать Утром Сразу Все круги Там Пример Буду Соблюдать Обязательно Все Икадыши Буду Соблюдать Все праздники Там Ну Это такой Детик Духовный Обет И когда Преданный Дает Такой Обет Сам себе Это Духовное Духовное Обещание Господь Начинает Его поддерживать В этих В исполнении Особенно Если Примерно Искренне И В этом Обете Развивается Очень Сильно Отношение Между собой И Господом Понятное дело Что мы Бессильные Исполнили Какие-то Вещи Но Вот эти Обеты Именно Духовные С искренностью С пониманием Что мы Слабы Но Мы Стремимся К этому Это Наше Богатство На самом деле Каждый Из Презанных Должны Дать Должны Давать Сами Себе Какие-то Обеты Сами Себе Какие-то Обещания Естественно Что могут Приходить Различные Проверки Но Мы Должны Приходить Мы Когда Читаем Повествования О великих Святых О великих Героях Там Махабхара К примеру Мы видим Везде Что они Всегда дают Обеты Какие-то Я Там Такое-то Такое-то Даю Обет Что я Буду Или клятву Даю Что я Сделаю То-то И то-то И то-то Это Такой Очень Могущественный Стимул Лучше Не обещать А делать Мне кажется Когда Есть Лучше Не обещать А делать Мне кажется Когда есть Обет Появляется Напряжение В голове Ну конечно В голове Напряжение Будет Однозначно Проявляться Просто Но Вопрос Касается Конкретной Ситуации И вопрос Чего Обещаем Есть такая Старая Русская Пословица Я вот Обычно И всегда Придерживаюсь Допустим Не дал Слово Крепись А дал Слово Держись То есть Это очень такая Мощная Поговорка На самом деле Она очень актуальна То есть Она Находится В рамках Закона Правды То есть Мы должны Понимать Что Иногда Нужно Обещать Особенно Самим Себе То есть Чтобы Дисциплинировать Потому что Если мы Не будем Никаких Обещаний Давать Себе Тогда Мы будем Просто Ну Жить Так Вот Ну Господь Я же тебе Не обещал Ничего Вот Я буду Жить Вот так Вот Как Вот И Это Будет Ну Такой Несерьезный Подход К нашей Духовной Практике Практике Вот Или Обещать То Что Мы Не можем Заведомо Исполнить Потому что Мы должны Поэтому Должны Не давать Обещания А крепиться То есть Мы должны Осмыслить Вообще Своим Духовным Разумом Что за Обещания Мы хотим Дать Но если Мы Дали Обещания То мы Должны Потом Изо всех Сил Пытаться Сделать И это Нас Будет Очень Быстро Продвигать По Духовному Пути А Головная Боль Это Хорошо Понимаете Напряжение В голове Господь Это ценит На самом Дель Что Головная Боль В связи С ним Если Мы Даем Обещания За Какие-то Материальные Вещи Да Харе Кришна Так Сейчас Немножко Еще Почитаем Безоговорочно Отдающий Себя Обладает Высочайшей Верой До тех пор Пока мы будем Ставить условия Мы Оставимся От него Вдали Условий Никаких Нельзя Ставить Должны Полностью Подчиниться Высочайшая Вера Полностью Безусловна Мне Довольнее Того Что Я могу Служить Ему Издалека Через Посредника И даже Не через Одного А через Множество Даса 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 Слуга Слуги 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 Моя энергия Направляется К нему Через служение Его преданным Каким бы ни было Мое положение Я хочу иметь Связь с ним Пусть даже Самую Обдаленную Он способен Наполнить Духовным Блаженством Весь мир Каждый Стремится К тому Что удовлетворит К тому Кто удовлетворит Все его Заветные Желания Мы должны Найти себя В системе Координат Мы должны Понять Где мы Где мы Находимся По отношению Господа Какое мы Можем Служение Мы не можем Подойти Слишком быстро Потому что Это будет Перескативание Ступенек Или Изображением Какого-то Мы не должны Неких усилий Не предлагая Ждать Что служение Оно само По себе Придет Мы должны Будем Все равно Где-то В такой Золотой середине Двигаться То есть Мы должны Как это Я часто Привожу примеры Кто Водитель Он знает Что если За рулем Едешь Если на газ Нажать Очень сильно То тогда Машина Она может Потерять Связь С дорогой И будет Елой Можно улететь Куда-нибудь А если На газ Нажать Слишком Слабо То тогда Машина Будет плохо Ехать И машину Поэтому газ Нужен держать Такое название В натях То есть Его нужно Поддерживать Где-то В золотой середине Чтобы она Имела крепкое Сцепление С дорогой И быстро Ехала И нужно Это ловить Постоянно Это служение Так же То есть Мы должны Понять Где мы Можем Попасть В поток Где мы Можем Служить Максимальным Образом Чтобы это Было Не в холостую Чтобы мы Не сгорели В своем Служении Рея Кришна Он Способен Наполнить Духовным Блаженством Весь мир Каждый Стремится К тому Кто Дотворит Все Его Заветные Желания Для того Кто Ищет Уже Нет Иного Долга Настоящие Преданные Думают У меня Нет Долга Перед Кем Быто Ни Было Помимо Моего Господа Кришны Самые Достойные Самые Великие Слуги Господа Те Кто Связан С Его Величайшим Представителем Не прямая Связь С ним А связь С величайшим Его Слугой Позволит Нам Обрести Более Надежные Более Высокие Отношения В Анане Баджане Безраздельном Служении Перед Которым Отступает Все Остальное У Пренанной Души Нет Ни Малейшего Желания Эксплуатировать Она Не стремится К наслаждениям Включая Даже Наслаждение От общения С Богом Если же У нас Сохранится Хотя бы Малейшее Желание Наслаждаться Мы Останемся На одном Уровне На одном Из уровней Этой Браманды Вселенной Набур Буар Свар Махар Джанар Тапар Или Саттилоки То есть Очень много Разных Планов Бытия На которых Живой Что Может Зависнуть Разные Планетные Системы Вот И Если у нас Сохранится Хоть малейшее Желание Каким-то Наслаждением Грубым Или тонким Мы Соответственно Зависим На соответствующем Плане Причем На тонком Плане Можно Даже На более На дольше Завислить Чем на грубом Поэтому Мы Должны Понимать Что У нас Не должно Остаться Ни малейшего Желания Эксплуатировать Другая Склонность К Отрешению Останется Она Хоть в малейшей Степени Нам не позволит Войти в мир Бесконечный Мир Вайкунхи Вся Вречение То есть Мы Поняли Что этот мир Такой Негативный Что за все Нужно платить Платить Страданиями Работать Не хочется И мы То есть Служить Не хочется И мы Думаем Ну Тогда я просто Не буду ничего Делать Если Мне все равно Все так сложно Все так трудно Что неизвестно Прольется Милость Не прольется И я Забью на все И отрекусь От всей деятельности Пускай все Ну как Штарм Хараж Говорит Забастовка Такая И это тоже Очень негативно Останется Она Хоть в малейшей Степени Нам не позволит Войти в мир Бесконечности Мир Вайкунхи Вайкунхи Значит Ограничение Вайкунхи Мир безграничный Мы хотим Стать Обитателями Мира бесконечности Когда мы пытаемся Ограничить Бесконечно Имея свои Корыстные Интересы Мы оказываемся В мире Конечного Наша Эго хочет Починить себе Часть Бесконечного И думает Вот мое Царство Вот друзья Моего Царства Все Что мы не увидели Сквозь призму Наших собственных Желаний Все это Майя Заблуждение Ложное Понимание Бесконечного Все это Слует Искоренить Как и Склонность К отрешечению Если я не могу Наслаждаться То не буду Работать Я объявляю Забастовку Такое Пессимистическое Настроение Тоже Вид Эгоизма Так Ну читать Мы сегодня Захожем Вопрос Еще А как же Тогда Анандам Это же Природа Души И по идее Совершая Служение Господу Мы пребываем В этом состоянии Анандам Или нет Анандам Это Следствие Нашего Правильного Настроения В момент Служения То есть Анандам Она не придет Если мы Имеем Какой-то Интерес Какой-то Корысть К эксплуатации Или к отречению То есть Если мы Бескорыстно Служим Тогда Ананда В принципе Даже естественно То есть Мы Можем На своем Просто опыте Причем Она происходит Как правило В настоящем моменте То есть Пока мы служим В этот момент Является Анандом Вот Как только мы Начинаем Пытаться Наслаждаться Этими Всеми вещами Это все уходит Поэтому У каждого Преданно Есть этот опыт Взял веник Начинаешь Мести И думаешь Вроде Делаю Какое-то Такое Очень простое Дело Откуда-то Счастье Берется Это самый Примитивный Пример На самом Первичном Этапе Нашего Соприкосновения С преданным Служением Просто Со временем Если мы Служим Долго Во времени Нам приходит Более объемное Более ответственное Служение Более постоянное Более длительное И оно Может быть Связано С таким Понятием Как потери Еще вкратце Некие Побочные Мысли Которые связаны С самоутверждением Скажем Я такой Крутой Преданный Да Я так Много Во всем Разобрался У меня Самоответственное Служение Я теперь Самый Большой Это Протишка Появляется Соответственно Преданно Опять Теряет Анангу Потому что Появился Ну Побочный Побочный Интерес Мы только что Считали Что если Осталась Даже хоть Какая-то Капля Эксплуатировать Эксплуатировать Можно же Разными Тонкими Грубыми Вот Если Осталось Или появилось Это желание Каким-то образом Еще эксплуатировать То соответственно Анангдом Она будет уходить Окопаться В этом мире Не получится Выходит Но Получится Почему Если захотеть Очень сильно Можно в аду Окопаться Вот Поэтому Но Для искренней души Она просто Понимает Бессмысленность Окапываться Поэтому Чем раньше Мы все эти вещи Осознаем Тем Лучше для нас Арии Кришна Так Ну что Дорогие бахты Сегодня мы заканчиваем Поем Ори Ори Харая Нама Кришна Ядавая Нама Хам Ядавая Нама Кришна Ядавая Нама Ядавая Нама Ори Нама Ядавая Нама Субтитры создавал DimaTorzok 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 ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...